Насколько я понимаю, развернуты значительные силы и создается логистическая база для существенной военной операции на территории Украины. Однако я хотел бы подчеркнуть, что в результате бесед в Москве у меня сложилось впечатление, что там отдают предпочтение дипломатии. Что там хотели бы разрешить вопросы с помощью дипломатических каналов, а не военным путем, что всегда сопряжено с риском. Да, если там будет принято решение действовать военным путем, они будут искать провокации и могут сами их создать в случае необходимости. Но у меня сложилось впечатление, и американская администрация также об этом неоднократно говорила, что решение о военной операции против Украины на данный момент не было принято. Это означает, что в течение следующих нескольких недель существует окно для дипломатии. Российская сторона настаивает на соглашении о нерасширении НАТО и также на некоем юридически обязывающем соглашении о нерасширении военной инфраструктуры у своих границ. И насколько я могу представить, в Вашингтоне не готовы согласиться на это? В тех проектах двух соглашений, которые представили русские, нет ничего такого, что не могло бы стать предметом переговоров. Но вы правы, это потребует творческого подхода к дипломатии. Русские выступают против размещения в соседних странах наступательных вооружений, которые, как они говорят, могут сократить время подлета ракет к Москве до 50 минут. Насколько мне известно, у США нет намерений размещения там таких ракет. Можем ли мы прийти к соглашению, в рамках которого мы обязуемся не делать того, что мы и так не собирались делать, но на условиях взаимности, то есть русские должны будут согласиться не размещать аналогичное оружие на определенном расстоянии от границ со странами НАТО и границы с Украиной? Так же и с расширением НАТО. Принципиальная позиция США состоит в том, что любая страна вправе выбирать собственных союзников. Этот принцип заложен в основу ряда документов, которые были подписаны за последние 40 с лишним лет. Однако с практической точки зрения, никто не думает, что Украина станет членом НАТО в ближайшем будущем. О каком сроке идет речь? Удовлетворит ли русских, если мы скажем, что Украина не войдет в НАТО в течение следующих 25 лет? Будет ли это достаточной гарантией безопасности для России на следующие 25 лет? В конце концов, кто знает, что будет через 25 лет и сохранится ли к тому времени НАТО? Эти заявленные России позиции можно рассматривать как экстремальные и пытаться отстаивать их с точки зрения принципов, и тогда будет очень сложно найти выход. Или можно задаться более прагматичным и практичным вопросом, что может произойти в реальном мире в течение определенного отрезка времени? И тогда можно будет найти практическую развязку, сделать так, чтобы угрозы, которые Россия видит для своей национальной безопасности, были купированы. И в то же время мы получим гарантии, что Россия будет воздерживаться от шагов, которые вызывают у нас беспокойство, по крайней мере на определенный отрезок времени. Но учитывая, что нет ничего вечного, если мы сможем договориться о комфортном сосуществовании на следующие 10, 15, 20 лет, это было бы существенным дипломатическим достижением. Продолжение следует...